итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и знаете что через пару дней будет уже ровно три с половиной года как я живу в городе сочи и многие мои подписчики да и клиенты спрашивают макс а есть что-нибудь такое в городе сочи что тебе не нравится что тебя раздражает и так далее я как-то всегда вот не могу на этот вопрос ответить а сейчас взял с утра задумался думаю минус то есть поэтому давайте сегодня поговорим про минусы сочи ну первое как автомобилиста меня конечно раздражает то что здесь отсутствует как таковой даже вплоть до платного паркинга ну припарковать машину где-нибудь в центре или припарковать машину где-нибудь в адлере ну не просто невозможно очень близко к этому при этом есть парковки но они как-то в глаза не бросается вот ладно я знаю парковки ладно кто-то там место знает а вот например если приехал кто-либо да вы к нам в гости для приезжих там найти парковку это просто жесть ну там нереально найти парковку опять же и ценник на парковку не совсем гуманный я считаю что 100 рублей час это не самая низкая цена 100 рублей час 50 рублей час 150 рублей по разному кто какую цену поставит это первое второй момент который меня тоже раздражает это опять же те же самые парковки которые придумывают себе ушлые ушлые местные примеру в адлере вы подъезжаете нигде машину поставить нельзя и тут стоят конусы выходит какой-нибудь представитель местный и говорит вы можете здесь машину поставить 100 рублей час и так далее вы прекрасно понимаете что вот это место где поставили автомобиль но это просто ну то есть где поставили эти конусы но это просто незаконно это просто ну просто беспредел но вам ничего не остается и вы ставите потому что нужно припарковать автомобиль нужно пойти на море и так далее все как бы и вот это ушные предприниматели так называемые да которые из воздуха делают деньги они не платят налоги они не ну нет ничего для этого не сделали они там не сделали какой-то ограждение просто просто поставили конус и все и вот в адлере возле каждого дома вот есть такие ушлые предприниматели это конечно тоже раздражает потому что из-за этого негатив падает на всех всех местных такой вот есть следующий момент что еще такого прям плохого в сочи это конечно же пробки в адлере это вот езда сейчас тоже ты видите как бы дернулся просто через две сплошные линии таксист пытается переехать в общем правила дорожного движения в сочи не писаны здесь могут выехать вам навстречу просто включить аварийку и просто ехать навстречу потому что лишь там пробка и вы просто просто физически этого не вот сейчас тоже девочка поворачивает через две сплошные линии налево носа на донской хотя здесь машин метро ну пора едь ты там 20 метров развернись ну где где можно в общем вот такие моменты есть потому что такое ощущение как будто гаишники нас забили на все это и себя здесь все чувствуют все-таки расслабленные поэтому есть например кто-то там приехал если не привык местному менталитету увождения вполне возможно может попасть в дтп потому что говорю ты здесь едешь постоянно тебя напряжение ты здесь не знаешь откуда будет подвох вроде ешь две сплошные линии все по идее едь вперед и не шагу назад нет через две сплошные линии могут там кто-то там начать разворачиваться перед тобой либо еще что-нибудь в общем такое здесь есть это тоже я отношу все-таки к минусам минусам сочи опять же к минусам есть пробки пробки в тех же самых районах которые нас данская улица конституции адлер этого на подъезде к железнодорожному вокзалу в районе курортного городка потом есть пробка в самом центре адлера ну и здесь в принципе в районе морского вокзала периодически бывают заторочки ну сам большие пробки это конечно же по дороге с адлера ой по дороге сочи изменяясь в адлер и сегодня вечером скорее всего будет по дороге из адлера в сочи это просто самые огромнейшие пробки это просто жесть хотя все относительно просто я жил в ворске ворске не было такого понятия пробки затор или еще что там всегда там машин нету там едешь и едешь здесь конечно тяжело привыкнуть я уже три с года живу три с половиной года привыкаю кое-кое кое-как да это так теперь еще из минусов из минусов конечно же это школы но объективно да смотрите за три года которые есть живут из половиной построилась всего лишь одна школа даже не школа корпус и там были какие-то в реконструкции и так далее и по большому счету но при этом например даже в этот раз в школу вот 1 сентября пошло детишек на 5000 больше вы можете представить чтобы за 5000 построили один корпус на 450 а детишек стала на 5000 больше на 5000 по итогу что мы с вами имеем правильно мы с вами имеем то что в каждом школе покажу школе по 45 человек учиться и по большому счету ну как бы это не не есть хорошо как бы может быть для учителей это классно ну в том плане что у них доплаты там за каждого там ну как бы есть свои плюсы когда много народу но соответственно я думаю качество обучения все равно оставляет же от лучшего хотя блин я думаю что если ребенок не хочет учиться то там без разницы хоть три человека в классе хоть 10 человек хоть 20 человек хоть 40 человек но если ребенок хочет учиться хочет получать знания то он там я считаю что это боль ну как бы но объективно к 40 человек ну наверное немножко некомфортно учиться но если субъективно я думаю что все таки все зависит от ребенка я думаю что так же как они за этом есть им ладно не буду на это углубляться в общем как бы так теперь дальше что еще раздражает сочи это конечно же объявление это авитоциан где у нас недобропорядочные риэлторы размещают объявление где вводят вас клиентов в заблуждение где например фигурирует квартира там за два с половиной миллиона рублей можно купить двушку или там за три с половиной миллиона рублей можно купить трешку с ремонтом где-нибудь там возле парка ривьер где-нибудь в адлере на улице просвещение так далее и таких сбросов очень-очень много и конечно когда приезжает клиент у них в голове просто каша они не могут понять что здесь и как потому что родном городе такого беспредела нет здесь есть потому что в родном городе ребят покупает жилье ваши родные горожане как бы и там как бы ну на сумасе или обманешь а здесь все-таки недвижимость покупает многородние и цель заманить вас вот этими объявлениями потому что если вам дадут реальные цены квартиры то вы никогда в жизни не захотите даже даже присмотреть недвижимость к сочи посмотрите вот я даю эту актуальную информацию себя на канале ну сколько негатива сколько хейта и так далее потому что каждый из вас смотрит youtube и каждый из вас смотрит получается тут тот же самый ресурс цена вид и там и там подобный яндекс недвижимость и вы понимаете что что-то здесь не так да разница в три раза вы либо как бы некоторые немножко ну не умные думают что именно такая маржа данная квартира стоит два с половиной миллиона рублей а максиме продает за 10 миллионов скорее всего семь с половиной миллионов рублей он на ней зарабатывает ну либо что-то вы там еще себе зафантазируйте ну как бы этот минус есть потому что очень тяжело все-таки работать работать особенно знаете вести такие клиенты немножко упертые там как 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 баран вот тут реально не конечно тяжело хотя я понимаю что это не клиенты виноваты это виноваты то что допустили здесь такой бардак следующий да мне нравится мне что здесь не пропускают пешеходов ну тут реально пешеходов давят тут такие турецкие правила тот ни разу ни одного человека у нас не штрафовали за то что не уступили пешеходов поэтому могут там стоять с коляской еще что-нибудь и будут проезжать даже не пропустит такой вот есть сочи ну в целом в целом не знаю чаще всего конечно здесь переходит улицу в местах не положенных поэтому такое ну есть такое как бы есть на чем работать следующий момент это конечно же туристы 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 еще раз туристы некоторые туристы да если мы берем сами центральный район до молодцы культурные там все но есть например вот туристы в тех же самых например в районах например где останавливаться где подешевле пола ну так вот там конечно и могут там и бухать и кричать и вести себя не культурно но бывает такое поэтому выбираю район для пмж все стараются уйти от этой туристической зоны старается уйти где-то полтора тире два с половиной километра от моря и тогда уже можно комфортно существовать именно в сочи есть также из один из минусов который для меня тоже существенно это влажность влажность особенно июль месяц август месяц но реально влажно особенно низинах такие как например мацеста такие как мама и к такие как центр адлера и так далее то вот где внизу и вот такое ощущение как будто сам по себе воздух становится вот вот этот влажный я вообще на такой тяжелый но и вот это на теле вот эта пленочка покрывается тоже это не есть хорошо но для меня это большой минус один из минусов это отсутствие какого-либо большого гипермаркета именно по строительным материалам потому что приходится все покупать ну мягко говоря в краснодаре закупаться и сюда везти но нет нас показались хорошего крупного да это это большой минус я считаю потому что в сочи очень много ремонтов очень много всего и по большому счету что пришел там к гипермаркет и там пальцем показал и для себя что выбрал такого здесь нет приходится многим ехать в краснодар также еще из минусов прям таких вот существенных минусов которые я считаю что они актуальны это конечно же все таки медицинам я не знаю я сам никогда не обращался но люди разделились на 1 2 лагер те люди которые целенаправленно едут именно получать медицинскую помощь в сочи да это нас клиника канавалова туда там целая очередь так далее и есть люди которые говорят что от простых обычных поликлиниках ну такие слухи ходят что качество качество так и говорят не очень там ну как бы не совсем то что хочется не за меня вот например приезжала сестра с детьми на своими племянниками несколько раз у них там были непонятные ситуации и всегда им помогли я не знаю есть люди которым не помогает вполне возможно например вот если мы возьмем надя да вот она там частенько шатается то у нее все хорошо но опять же есть люди у которых есть мнение что сочи медицина слабая и тому подобное в общем это же отталкивать от этих слухов хотя по факту я еще ни разу с плохой медициной здесь не столкнулся поэтому не знаю как отнести к минусам плюсом давайте к минусам отнесем потому что пускай немножко врачи и доктора задумаются следующий минус то что в сочи очень мало экспертов в узких отраслях например надя до сих пор не может найти специалиста кто нормально может покрасить волосы всегда какие-нибудь до косяки случается то они там ей кофточку хандоку то еще что-нибудь такое есть и не знаешь даже как с этим быть но такой вот есть ребят что вы понимали или например вот те же самых например найти нормальных специалистов там к плиточников до 3 года вячеслав искал нормального плиточника который нормальный за чью работу не стыдно представлять себе три года он искал кое-как нашел и так здесь сплошь да рядом например те же самых риэлторов да ну ну реально пообщались мы сейчас коллегами получила с коллегами общались но остается статистика 16 процентов остается в год остальные все не вытягивает либо лентяи либо это не ядцы либо еще что-нибудь и так в любой здесь сфере очень тяжело найти нормального продуктивного сотрудника даже за огромнейшие деньги которые он может получать он все равно нихрена ничего делать не хочет с кадрами в сочи очень тяжело поэтому если кто-то переезжает и хочет организацию бизнес вам придется вести собой всю свою команду потому что здесь найти вам очень тяжело местные работать особо не любят особо не хотят приезжие хотят работать одним днем только на ну в общем как бы от приезжих вот эти вот от них нет такого нет уверенности в завтрашнем дне он сегодня раз приехал в сочи там поругался своей любимой девушкой решил в сочи там там раз был помирился и раз может развернуться просто молча и уехать самое интересное что многие вот мне тоже горбодатели говорили ну просто уходят и даже не не ответ не привет и так далее ну в общем такое есть один тоже изменился в сочи особенно для тех людей которые привыкли жить и на дальнем востоке которые привыкли жить вот в то есть степи вот там много заводов где много всего где 40 числа рабочая неделя где у нас окладная часть где халявные заводы которые были где там просто там отгружали там бешеные деньги зарплата за то что это приехал играешь в домино и тому подобное ну знаю я как бы знаю как бы тоже смотрю видео ролики тоже смотрю все вот им этим людям здесь очень тяжело устроиться на работу потому что здесь приходится работать на результат здесь везде тебе платят не за то что ты делал за то что ты сделал и им очень тяжело перестроиться реально даже нереально перестроится они считают что здесь они работают больше зарабатывать меньше потому что там они гали в домино и за это они получали бешеные оклады здесь такого нет окладов здесь нет здесь каждый рубль надо зарабатывать чтобы ты рубль получил какой-нибудь именно даже учителя здесь да они смотрят реально как бы там за смотрят как твои детишки игре сдают смотрит там токс мой какие олимпиады ну в общем и формируется зарплата хотя зарплата учителя например здесь в разы больше например чем зарплата учителя в городске в оренбурге и так далее в общем тяжело здесь тем людям которые не результативные поэтому если вы в своем городе можете реализовать если вы бездарь то здесь вы тоже себя не реализуете это минус потому что есть есть города где действительно как бы ты можешь там устроиться куда-нибудь и там тебя возьмут и будешь нормально зарабатывать и все здесь такого нет здесь такое маленькое такое такое капиталистическое государство где все работает на на все на процентоприношение это это как бы для многих это минус для меня конечно буду был огромнейший плюс потому что очень много возможности дает очень можно зарабатывать в разы больше что можно зарабатывать больше чем москве ты можешь здесь интереснее жить но при этом ты понимаешь что если ты какой-нибудь среднячок то ты здесь не ну как бы не выдержишь здесь все-таки нужно быть чтобы результативно может быть в тех 20 процентах пара по правил пары так которые вот идут к цели и нацелены так скажем на результат поэтому тоже имейте ввиду еще раз повторюсь я не хочу никого принизить там 100 скажет я там живу ханты-мансийске нет я там тоже да ребят я я говорю про большинство я нужно я с многими за сообщаясь и многие из вас мне пишут контент комментарии и тому подобное я могу могу точно разделять тем более я три года работал в вечер отделе где я подбирал персонал и так далее но знаю какие люди идут откуда идут и как идут даже здесь на я вижу ну в общем давайте не буду на эту тему углубляться но тяжело если вдруг вы открыли какой-то бизнес в сочи вам тяжело будет здесь найти персонал нормально адекватный просто бездарей найти очень много которых не будет толку таких много а нормальных вы если вряд ли найдете ну как бы так ну и опять же да давайте еще уже уж подведем с вами итоги это дороги конечно же дороги в таких районах как соболевка таких районах как курортный городок наверху таких районах как у нас всякие шиловки и тому подобное такие как там тимиря из его вверх такие как 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 светлана верстан лысая гора такие как район приморье благодать где там просто не за там кажется нужно сначала выпивать литр водки потом уже ездит там но очень тяжело освещение ночью не здесь тем более очень сочи горде сочи темной ночь но реально темно и такие районы как у приморья благодать Такие районы, как Соболевка, такие районы, как Лысая гора вверх, такие, как Курортный городок, где там сейчас сектор, там, конечно же, очень тяжело, там, как бы, улица очень плохо освещается, и это огромный-огромный минус. Теперь следующий момент. По поводу самолетов, тоже печально, да, у нас летают самолеты в Москву, там, по 16 рейсов, но если, например, вы захотите, например, в Сочи полететь, например, в Турцию, вы не сможете полететь, или в Египет полететь, или еще куда-нибудь не сможете. Единственное место, куда вы можете полететь, это Израиль. Вот в Израиль, да, 5 рейсов в неделю идет, это все хорошо, 5 или 7 рейсов, а так, в целом, как бы, получается, вся полетка через Москву. Это тоже огромный минус, например, вот даже мне лететь до Турции, получается, я должен в Сочи в Москву, и с Москвы в Турцию, ну, это ненормально, хотя можно было раз сразу, и за один час долететь, ну, приходится так вот, это один из минусов. В общем, если вы путешественник, то это не самое лучшее место, которое можно жить и путешествовать. Хотя, с другой стороны, в Сочи-то и не хочется. Опять же, Сочи не дешевый, Сочи, говорит, дорогой. Поесть, всякие кальяны, всякие рестораны, там, ну, на двоих обходится минимум, там, 3,5-5 тысяч рублей, и, опять же, развлечения в Сочи, ну, дорогие, не дешевые. Вот, например, то же самое, на лыжах покататься, еще там куда-нибудь, там, сходить, на Формула-1 сходить тоже не дешево, сходить там на футбол, ну, не дешево, как скажем, ну, вообще ничего дешевого не бывает. Ну, здесь не дешево, такого нет такого, чтобы, например, в Орбске ты взял свой 500 рублей в парк, и ты там везде накатаешься, все, ты там будешь в парке, там миллионер в Орбске. А здесь ты берешь 500 рублей, у тебя только на один аттракцион, ну, есть такое. Поэтому здесь надо зарабатывать больше, чтобы жить можно было интереснее. Ну, еще из минусов, это берем Адлер, это, конечно же, очень много армян. Опять же, ну, как вот всегда, почему-то минусы армяне, нет, нормально, просто, просто бывают такие вот матерые, такие, которые наглые, ну, бывает, ну, это бывает в любой нации, и все, но многие спрашивают, что это какой-то минус. Потому что, ну, не знаю, почему-то в последнее время какие-то они стали злые для туристов или еще что-нибудь. Тоже вот недавно, это на Мацесте был, проезжал клиент, там у меня, они купили квартиру, подъезжают, там мне один армян такой, хоп, там, ну, типа, окно отпусти, там все. Я отпустил, он мне там, вот, ты что так быстро здесь ездишь, а? Такой. Я говорю, а с какой скоростью здесь можно ездить? Он говорит, ну, не с такой, как ты ехал. Ну, там, просто, чтобы вы понимали, двор, там еще это все разбито, ну, я ехал, может быть, со скоростью 20 км в час, ну, не больше, ну, реально, я тем более разворачиваться ехал. И приехал к его людям, которые живут в его гостевом доме. Я говорю, а с какой скоростью здесь нужно ездить? Не знаю. Я отворачиваю. Я говорю, стоп, давай поговори на эту тему, говорю, раз уже, говорю. Я говорю, что тебя не устраивает? Он, вот, ты-то здесь проехал, а ты не видишь, я, говорит, здесь, ну, мою. Я говорю, мой дальше, говорю, что дальше? Он, вот там. Я говорю, ну, что, говорю, ну, не нравится скорость, поставь лежачий полицейский. Ну, возьми, говорю, яму выкопай, чтобы люди могли проехать только со скоростью 1 км в час, говорю. Ну, такие вот они есть. На пустом месте они пытаются к тебе как-то там прикопаться, еще что-нибудь, могут там что-то ляпнуть. Такое вот есть вот этот, непонятно, я не знаю почему, вот откуда у них этот злоба или еще что-нибудь. Потом видят, что я приехал за его гостями, смотрю, он сразу аж, бедный, аж потерялся. Вот как бы так, такое есть. Поэтому тоже могу сказать, что не ко всем туристам здесь хорошо относятся. Здесь бывает, как бы, вот эти вот, показывают свой гонор. Опять же, Сочи город, скажем, на щеков, потому что особенно там вино вам могут, да, вы приехали, вроде с вами все хорошо, вам улыбается. Вот, хорошее вино, домашнее, 500 рублей, вы взяли все. Потом тут же вы уходите, а оказывается у соседа 150 рублей вино. И вы реально думаете, ты чмошник, ты вот, и обо всем Сочи сразу становится плохое мнение. Ну, потому что реально, продукты или фрукты купить, или еще что-нибудь, смоют там, смоют, что подошел, вы белый такой, весь беленький, еще не сгоревший, все. Хоп, там помидоры, там, 200 рублей. Ну, ладно, хороший помидор, наверное, все. А на самом деле помидоры стоят 25 рублей, 30 рублей, 40 рублей, и все. Как бы такой дифференцированный подход. И ты понимаешь, что этот подход сделан на обмане. Я вот тоже сейчас с одним человеком общался, там, со мной один дизайнер хотел работать, как бы, но я теперь с ним не хочу работать. Я говорю, сколько стоит, ну, дизайнер. Он говорит, ну, все зависит от человека, я говорю, в смысле. Ну, как сказать, вот, если человек богатый, все, ну, конечно, там, можно, там, с него и по 3 тысячи, и 4 тысячи рублей. Ну, а если человек бедный, то дизайнер проекта 500 рублей. Я говорю, а как это, ну, разница в работе, говорю, ну, как бы, богатый и бедный. Ну, я пытаюсь с ним понять. Он, ну, надо смотреть, ну, как бы, ориентироваться. На том, на ком можно заработать, надо заработать. На том, кто нельзя заработать, блин, это для меня ненормальная логика. И с такими людьми предстоитание не есть. Ну, как так? Есть прайс. Какая разница? Яблоко стоит, там, 50 рублей, да, килограмм. Ну, какая разница, богатый ты или бедный. Ну, что же ты говоришь? Если ты зарабатываешь, ты должен просто эти яблоки покупать, 500-200 рублей за килограмм. То же самое с дизайн. Если видишь, что ты там приехал на хорошей машине, все, значит, тебе можно дизайн проекта тебе, там, навязать тебе, там, бешеную сумму. Вот такое здесь в Сочи есть. Ну, понимаете, вот такой дифференцированный подход, когда смотрят, что если можно на человека заработать, можно его поиметь. Его поимеют, при том, жестко. Поэтому здесь нужно быть бдительным. Ну, мне это не нравится, скажу честно. Потому что сразу, как бы, падает тень на всех, при том, на любую сферу, которая, там, то же самое, думаешь, что и врачи, там, хоп, посмотрели, ну, блин, у тебя есть, что взять. Ну-ка, давай, вот, этот укол, оказывается, стоит не 100 рублей, а 1000 рублей и тому подобное. Это ненормально. Как бы, должно быть равные условия. Потому что человек, чаще всего, бедный не потому, что у него, там, руки не с того места растут или еще что-нибудь, а просто потому, что он не хочет быть богатым. Ну, просто не хочет. Он хочет, но, чтобы просто упал, там, ну, как бы, прилетел в волшебном глупом вертолете и все остальное. Потому что, чтобы быть богатым, нужно пахать. Ну, например, я этот видеоролик записываю в 8 утра, потому что мне надо быстро его загрузить и потом поехать. У меня сегодня еще делается целая куча. А многие из вас в 8 утра, в воскресенье еще спят. Вот в этом и разница. Да, может быть, я езжу на RAV4, там, как бы, а кто-то ездит на ВАЗ-27, ну, зато больше отдыхает, там, здоровый сон и так далее. Все, ребят, минусов, конечно, в Сочи хватает, минусов хватает, но плюсов еще больше. Про плюсы не буду говорить, вы и так эти плюсы все знаете. Ну, и, а, сервис, 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 конечно, в Сочи просто отстой полный. Без разницы-то будет Toyota или будет Land Rover. Ну, в общем, нет нормальных, как я уже говорил, нет нормальных тут специалистов. Все через одно место делается. Ну, реально, прям экспертов нет. Машину свою ремонтировал два раза. Блин, это просто жесть. Это вот казахская сварка, вот этот. Сейчас я вам покажу, прям секундочку. Здрасте. Вот, ребят, посмотрите. Видите, сделали такой, сделали, ребят, типа такого, непонятно, что там, на соплях просто так сделали, там, казахская сварка называется. Поэтому, блин, ну, если, вот с одной стороны, это хорошо. То же самое, что в риелторстве нет нормальных экспертов. Если бы все были офигенные эксперты, то бы я замучился с ними конкурировать, замучился с ними соревноваться. А так, я здесь приезжаю, я здесь работаю без боя, потому что одни вокруг бездари, просто, ну, реально, не хотят заниматься. Вот я прихожу в офис, сидят, смотрят всякую, кто-то футбол смотрит онлайн, кто-то волейбол смотрит, кто-то смотрит Юрия Дудь, кто-то смотрит Дневник Хача. Вот все занимаются какой-то херней, но не изучают ни объекта, ничего. Конечно, на их фоне ты просто лидер, просто там, просто безусловный лидер, все. Но на самом деле ты хочешь быть, вот я лично хочу быть лидером всегда среди таких вот, прям матерых таких вот, понимаете. А тут такое ощущение, как будто ты мастер спорта и выходишь биться на ринг со вторым разрядником, понимаешь. Ты получаешь, как бы, победу. Ну, ты, как бы, думаешь, что победа как-то незаслуженная, потому что, как бы, это разный уровень, думаю. Все равно, что вышел там, не знаю, девятиклассник, побил пятиклассников, блин, да это достижение, блин. Один на один девятиклассник справился с пятиклассниками. Здесь тоже такое же чувство. Ну, потому что, ну, потому что, не знаю, ну, вот Сочи, вот один самый главный минус, это город, который очень сильно расслабляет. Ну, просто нереально. Здесь столько соблазнов, столько хороших мест, куда можно сходить. Здесь чем только нельзя заниматься, понимаете. Вот все можно заниматься, кроме работы. Вот все можно заниматься, кроме работы, ребят, понимаете. Вот все можно заниматься, кроме работы. И действительно, так все становятся, настоящими местными, которые всем недовольны, туристы их раздражают, все их раздражает. Раньше в Сочи было гораздо лучше, когда было всего лишь 100 тысяч человек, когда был у меня там гостевой дом, не было ни одного конкурента, где я мог за неделю заработать, как мелкие не могут заработать за два месяца и так далее. Но при всем при этом, ребят, вот как бы я постарался все минусы найти. Блин, плюсы гораздо интереснее и плюсы гораздо лучше. Если нужны плюсы, пишите в комментариях, напишу. Ну и добро пожаловать в Сочи и можете все это посмотреть своими глазками, потрогать своими ручками, походить своими ножками по тем местам. Кстати, нет еще тротуаров во многих местах, это тоже огромный минус. А теперь, ребят, пока. Продолжение следует...